Можно стирать рубаху, которая остается после духовного влечения. Вот у нас в воскресенье, там имеется в виду освященное масло, может остаться следы. Да, можно и нужно, но так, как стирают такие вещи вообще, как священческое облачение стирается, как есть и стирать рубашку, которой крестили ребенка, как есть и стирать рубаху, у кого есть, а должна бы быть, кто ездит и погружает в святые источники. Я видел не раз, когда погружает в святые источники, особенно мои ровесницы, в чем мама родила. Мне всегда это... Я чувство ликования испытываю. 50-60, терять нечего, уже совсем. Потом есть чем похвалиться. Кругом, в складке. Одно наслаждение. При одном виде уже это... Ну, в топ-пакет, бать. Поэтому люди такие веселые, и вот в этом виде, в источниках и святой колодец. Парасан так, конечно, не делать никогда. Рубашечка специальная. Да ее сшить-то, она копейки. В такую рубашку, ну, запачкалась, постирать, например. Такие вещи стираются вот как, как цирконооблачение. Как? Не у машинки, отдельно в чем-то. Без химии, есть простое мыло. И вода эта выливается не в унитаз, не в прочее, а в нехожное место. Ну, где-то... Если в семиэтажке живем, ну, выйдите где-то в палисадничках, вылите в уголочку. Вот таким образом. В этом выражается благоговение православной святыни.